Сегодня в выпуске. Выполнены все социальные обязательства. Городские депутаты окончательно приняли бюджет 2014. Больше 10 миллионов на жилье сиротам. Корректировкам подвергся и бюджет года уходящего. Многолетний конфликт решают депутаты. Ремонт душевых на индустриальной 73 взят на особый контроль. Раз с проблемой обратились, она должна быть решена. С какими вопросами обращаются к депутату в 12 округе? Здравствуйте, в эфире программа «Городской совет». И сегодня речь пойдет о наиболее важных вопросах и актуальных проблемах городской жизни, которые были подняты в декабре. Десятки семей, живущих в многоквартирном доме на улице Индустриальной 73, долгие годы были лишены элементарных санитарно-гигиенических условий. Проблемой занялись депутаты городского совета. В местном бюджете были предусмотрены средства на реконструкцию здания. Однако ход работ на объекте заставил народных избранников снова вмешаться. Ведь они хотят сделать самый лучший подарок квартирантам бывшего общежития – подарить им нормальные душевые и туалетные комнаты на каждом этаже. Только на Индустриальной 73 обрадовались появлению душевых и туалетов на каждом этаже и вновь разочарование. В свое время общежитие досталось муниципалитету от Севмаша, а с введением жилищного кодекса Российской Федерации юридически стало многоквартирным домом. Хотя фактически не соответствовало этому статусу. Две душевые на весь дом, но и они оборудованы с нарушениями. Стоки начали портить несущие конструкции и электрооборудование. И в целях безопасности душевые закрыли. Заложниками оказались десятки семей. В ситуацию вмешались депутаты, предложив выход. Реконструкцию здания с оборудованием душевых и туалетов на каждом этаже. Но качество работы и несоблюдение сроков вызвало негодование жильцов. Вот зафильмы вот так вот. Слушай, здесь стояла раковина. Она вот, которая стоит на кухне. Полуовальная такая, да, получается. Ну вот ты приходишь, сидишь сюда на унитаз, и лицо-то получается, что не в раковину. Потому что вот, если даже вот крепежи были, ну вот такая раковина она стояла. Раковину перенесли на кухню. Но для этого жильцам пришлось обращаться к народным избранникам. В декабре постоянная депутатская комиссия по городскому хозяйству рассмотрела вопрос о ходе работ на объекте. Должны быть установлены поддоны. И под размер поддона сделаны стены плотно, хоть с трех сторон. Ничего подобного. Значит, размер душевой один. Поддон в углу каким-то тут, я не знаю, довеском. Все это, естественно, льется мимо. Кто-то из жильцов потом убирает эту воду, кто-то не убирает. Ну, естественно, ну, бестолковый стены, такое грубое слово. Я вынужден был его привести как зама мэра и показать на тот бардак. Извините за выражение. Если бы не было этой поездки, и не было его персональных показаний, не появился бы этот план, и то, что вот сегодня приходит в нормальное состояние, этого бы не было. Я вот, к сожалению, это факт. Этот подрядчик, который сейчас там работает, Ремстройнадзор, он предложен жителями вот этого дома, Индустриальная 73. Значит, по их предложению, то есть они сказали, что знают эту организацию и доверяют ей. Стоимость всех работ составила 2 миллиона 615 тысяч рублей с рассрочкой платежа на полтора года. Расходы в сумме 976 тысяч взял на себя местный бюджет пропорционально своей доле в доме. Депутаты обеспечили финансирование, а заодно и жесткий контроль за действиями подрядчика. Объект обещали сдать 20 декабря, но к этому дню ревизоры могли наблюдать лишь стадию завершения ремонта. Мы ждем официальной даты подписания приемного акта. Со своей стороны Совет депутатов обратился к мэру, чтобы в состав приемной комиссии был включен я, как представитель комиссии по городскому хозяйству. И, понимая это, я думаю, просто сейчас и подряд на организации, и жилищники более тщательно готовятся к приемке этих работ. Потому что компромиссов не будет, брака, отхождение от тех заданий и проекта не допустим. Но задача одна. Новый год люди должны встретить по-человечески. Это будет, наверное, самый лучший им подарок. Заодно народные избранники собираются проверить техническую документацию и сметы расходов, а также перерасчет закумнальной услуги в период проведения ремонта. 12 декабря северодвинские депутаты окончательно приняли бюджет на следующий и плановый период 15-16 годов. Главный финансовый документ 2014 – сбалансированный бюджет с минимальным дефицитом. В 16 муниципальных целевых программах предусмотрены средства на все мероприятия, необходимые для обеспечения жизни в городе. Подробности в нашем следующем видеоматериале. Северодвинск продолжит решать одну из самых острых проблем. Жилищную на строительство социального жилья запланированы 372 миллиона рублей. 142 из местного бюджета и 230 из федерального. В 2014 году должны быть сданы 4 трехэтажных многоквартирных дома различной планировки, что позволит расселить из ветхого жилья порядка 150 семей. Муниципальный дорожный фонд составит 246 миллионов рублей, из которых 200 – средства местного бюджета и 46 миллионов рублей – средства региона. Это финансирование будет направлено на ремонт картами, ямочный ремонт, машинами турбо, ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров. В целом цифры сопоставимы с цифрами прошлого года. Второе – удалось даже добиться увеличения объема финансирования на ремонт и содержание дорог. Третье – мы отстояли в тех же параметрах финансирование внутриквартальные проезды и на оборудование внутриквартальных территорий, то есть по программе «Наш уютный двор». Пожеланий гораздо больше было. Поэтому все знают, что изменения какие-то будут происходить в бюджете. Они будут происходить из образовавшейся экономии, которая будет получаться при проведении конкурсов, торгов или аукционов. Соответственно, депутаты, озабоченные дальнейшим развитием города, они говорят о том, что, ребята, тогда надо предусмотреть деньги еще и на эти направления. То есть на данный момент этих денег как таковых нет. Но мы думаем, что будут они получены с экономией. Поэтому основные направления, которые были, то есть часть была из них техническая. То есть вопрос заключается в чем? У нас выделены деньги на внутридворовые территории. Но у нас рекомендация какая? Если вы планируете уж ремонт двора, то обеспечьте в него и заезд. Общий объем доходов 4 млрд 875,5 млн рублей, расходов 4 млрд 894,5 млн рублей. И прогнозируемый дефицит в пределах 19 млн. Минимальный дефицит – это резерв, который позволит городу участвовать в софинансировании крупных инвестиционных проектов, которые нашли поддержку на федеральном уровне. В первую очередь это реконструкция Ягринского шоссе и моста через Никольское усе, а также строительство Беломорского коллектора. Больше половины всех затрат местного бюджета идут на образование. Далее сфера ЖКХ и национальная экономика. В бюджете предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств. От бесплатного проезда граждан старше 70 лет в общественном транспорте до оказания дорогостоящей медицинской помощи. К слову, Северодвинск – одно из немногих муниципальных образований, где подобная программа успешно работает. В любом случае бюджет Северодвинска самый сбалансированный по сравнению с другими муниципальными образованиями. Бюджет в любом случае максимально социально направлен. То есть, что я имею в виду, что никаких льгот ни ветеранам, ни дотации проезд наших пожилых граждан, которым больше 70 лет, ни питание малоимущих и многодетных детишек в школах, ничего не отменено. Мало того, все бюджетные зарплаты с теми повышениями, которые говорил президент в прошлом году, они все устоялись. Вот мы теперь знаем, что программа физической культуры и спорта – П-2, да, П-2 легко запоминается, и молодежь Северодвинска – П-4. То есть, я для себя делаю умозаключение, что это приоритет второй и четвертый, да, в нем более четко сформированные объемы финансирования, более четко прописаны, по которым мы можем увидеть, что же нам делать дальше, да. Плюс программа вот этого метода, да, в том, что мы теперь сможем поискать ресурсы, которые уходят на молодежь и на спорт не только в этих двух программах, но и в других 15 программах. Кстати, в 2013 году в Северодвинске были обустроены 7 универсальных спортплощадок. За счет проведения торгов бюджету удалось их сделать дешевле, чем ожидалось, и на сэкономленные средства закупили тренажеры. Однако в бюджете 2014 года не предусмотрено средств на их установку, поэтому депутаты внесли предложение изыскать финансирование при первой возможности, чтобы оборудование не простаивало зря. Это уличные тренажеры, которые будут стоять рядом с площадками, построенные в этом году. Какая сумма, опять же, непонятно пока, потому что надо провести проектные работы. У нас все через проектные работы, там уже будет решено сколько. Когда я хотел вносить поправку в бюджетную, вот именно так у Ирики Медоуна было сделать таким образом. В перечне поправок депутатов также восстановление фасады детско-юношеского центра. Это лишь начало преображения здания, считают власти. На проведение работ пока направят 544 тысяч рублей. Это здание требует очень больших мешателей. Сейчас надо исследования провести, там большие, понимаете, это здание бывшего СМА-ш-предприятия, поэтому мы им займемся отдельно. Сейчас проведем фасад, значит, на параллельный будет обследование проведено. Затем мы посмотрим все-таки, что с ним сделать. Конечно же, надо прикладывать очень сильную руку здесь, выполнить определенные работы. Одна из задач – оформление бесхозных сетей в муниципальную собственность. Без этого город не имеет права выделять средства на их обслуживание. Отсюда проблемы. Самое главное – предусмотрены средства на сети, которые никому не принадлежали до сегодняшнего дня и не могли перевести их в муниципалитеты и обслуживать. Не хватало никогда средств. В этом бюджете эти средства предусмотрены. На сессии была также поднята тема подготовки земельных участков для многодетных семей. В бюджете следующего года впервые предусмотрены средства, но пока только на самые необходимые работы. В Северодвинске поданы примерно 400 заявлений на предоставление земли. В 2014 году запланированы средства на межевание первых 180 участков площадью 12-14 соток. Также депутаты обратили внимание на необходимость в парковке возле первой городской больницы. Первое движение – это нужен проект на эту парковку, и тогда уже определится сумма. Есть еще сети, коммуникации, которые мешают, поэтому мы и ставим пока вопрос нашей комиссии о проработке этого, ставить на контроль под пристальным вниманием депутатов. В следующем году могут вырасти зарплаты работников учреждений культуры. На эти цели в перспективе должны быть выделены 59,5 миллионов рублей. Эта сумма необходима в следующем году для исполнения дорожной карты в соответствии с указами президента. Мы все знаем, что есть указы президента, которые предполагают, что должно быть поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры и учреждений образования. Вот нам этой суммы и не хватает на следующий год. А вот этот садик, говорят, едва ли не единственный, где негде играть. В незабудке установлены старые самодельные конструкции. При утверждении бюджета депутаты рекомендовали администрации Северодвинска предусмотреть 300 тысяч рублей на игровое оборудование. Первые корректировки бюджета следующего года, возможно, будут произведены в феврале. 19 декабря состоялось последнее в уходящем году заседание Совета депутатов Северодвинска. В повестке дня внесение корректировок в бюджет 2013. За счет экономии по результатам торгов по различным направлениям удалось сократить дефицит городской казны на больше, чем 90 миллионов рублей. Без фильтров жители могут пить из крана воду? Да пожалуйста, если вы... Без улыбки такие высказывания северодвинские депутаты воспринимать не могут. К начальнику 19-го цеха Севмаша на сессии 19 декабря, как и всегда, много вопросов по поводу работы системы водоснабжения в городе. Сейчас мы завершаем работы по реконструкции коннекционной насосной станции 7А, это в районе 6-й школы. В следующий год у нас планируется подключение этой насосной станции к инженерным коммуникациям и, соответственно, будет возможность подключения в том районе нового строительства. На утверждение народным избранникам предложили программу развития систем коммунальной инфраструктуры Северодвинска до 2022 года. Наличие такой программы – обязательное условие привлечения федерального финансирования из фонда содействия реформированию ЖКХ. Документ разработан совместно администрации Северодвинска, ОАО ПО Севмаш, ЦС Звездочка, ТГК-2, ОАО МРСК Северо-Запада, СМУП, спецавтохозяйство и СМУП ЖКХ Горвик. Он объединяет комплекс инвестиционных проектов, направленных на развитие Северодвинска в области электротепловодоснабжения, водоотведения и объектов утилизации твердых бытовых отходов. Сведя воедино, как бы в единую комплексную программу все эти программы, мы можем в принципе видеть общую картину, к чему мы идем, что у нас в городе будет. И самое главное, эта программа важна как инструмент получения, привлечения областных и самое главное федеральных финансовых средств для решения техносущных проблем по обеспечению горожан энергетикой, теплом, водой. 19 декабря депутаты внесли последние корректировки в бюджет уходящего года. На 93 миллионов рублей сокращен дефицит, что избавит город от дополнительных платежей по банковским кредитам. Часть полученных средств 17 миллионов 712 тысяч депутаты направили на повышение зарплаты отдельным категориям работников муниципальных дошкольных учреждений. Почти 4,5 миллиона поступили от Севмашпредприятия в рамках соглашения по финансированию мероприятий по программе обеспечения жильем молодых семей. И 10,5 миллионов пойдут на предоставление жилья детям-сиротам и детям без попечения родителей. Хорошо, что они нам пришли, потому что на данный момент это, так скажем, те деньги, которые не смогли освоить другие области. И мы взялись за решение задачи, потому что нам эти квартиры нужно провести до Нового года. Но так как мы готовились к тому, что они будут, то есть на данный момент это будет порядка шести квартир. Еще одна хорошая новость. 16 миллионов 206 тысяч рублей выделено Северодвинску из областного бюджета для продолжения реализации проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на острове Ягры. В блоке имущественных вопросов было выведение из перечня объектов муниципального имущества трех зданий на Морском 56, Кириллкино 13 и Юбилейной 39. Также народные избранники согласовали передачу нескольких помещений на Лесной 25А, чтобы здание находилось в ведении Аварийно-спасательной службы, СМУП «Горсвет» и МПЖРЭП. Депутаты выбрали руководителя вновь созданного органа – контрольно-счетной палаты. Им стал начальник управления экономики городской администрации Олег Попов. Работайте на благо жителей города Северодвинска на пополнение бюджета. Эту кандидатуру предложил мэр города Михаил Гмырин. Вторым претендентом был Александр Гришин, однако он заявил о самоотводе и на сессии не присутствовал. Тем временем народные избранники продолжают решать проблемы в своих округах. Перед Новым годом поток посетителей лишь растет. На этот раз мы отправились в здание на Победы 58. Там каждый третий четверг месяца северодвинцев принимают Нина Андреевская и Алексей Куксов. Каждый третий четверг месяца прием в 12-м округе не обходится без жарких обсуждений. Жители квартала приходят к депутату Нине Андреевской с самыми разными проблемами. Этот молодой человек уже не один год судится собственником земли. Ее северодвинец взял в аренду, но документы не оформляют до сих пор. Мы ему сейчас помогаем, чтобы он встретился с юристом, чтобы переговорил, попросили у него все копии документов. Самое интересное, что ему не оформляют право аренды на землю и в то же время берут деньги. По возможности депутаты всегда стараются помочь, делают запрос в администрацию и подключают областных коллег. Ни один прием не проходит без участия жителей. Если бы проблемы не решались, люди бы не приходили, говорят депутаты. Но чаще всего к ним обращаются с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. И это несмотря на то, что 12-й округ принадлежит к новой части города. Люди приходят с абсолютно разными проблемами, но отдельно хотелось бы выделить это проблемам ЖКХ. С этим приходят, если не каждый второй, то процентов 30 точно абсолютно. Собственно, проблема основная в том, что народ не знает о своих правах, о своих возможностях. Что можно сразу помогаем здесь решить? Делаем запросы в администрацию города. Значит, чего не можем решить, честно признаемся, это не наш вопрос. Вопрос другого уровня и помогаем уже обратиться по следующему там направлению по данному вопросу. Как оборудовать во дворе детскую площадку, парковку или благоустроить придомовую территорию? По всем этим вопросам северодвинцы советуются с народными избранниками. Депутаты считают, если у горожан есть такие вопросы, значит им не безразличен свой город. Приемная 12-го округа существует уже 13 лет. За это время проведено порядка 150 приемов. Большинство обратившихся северодвинцев, уверенные депутаты, им удалось помочь. Может там озеленение, там может быть это... А сейчас народные избранники подводят итоги уходящего года. 2013-й был богатым на важные в жизни северодвинска события. Давайте остановимся на нескольких ключевых моментах. Начало года было ознаменовано борьбой с общедомовыми нормативами. Большое внимание власти уделили корректировке законодательства. И хотя это не полномочия муниципалитета, городские депутаты стали одними из первых в России, кто встал на защиту интересов потребителей коммунальных услуг, внес конкретные предложения. Вопросы остаются и по сей день, но наши замечания были услышаны на федеральном уровне. И наиболее острые углы удалось сгладить. И вот мы в своем вращении к Игорю Анатольевичу предлагаем все-таки рассмотреть вопрос и наложить мораторий до 30 июня 2013 года. То есть как бы приостановить действия этого решения, пока не будут установлены приборы общедомового учета. А в марте этого года власти утвердили генеральный план муниципального образования Северодвинск. Согласно нему, развитие ждет не только наш город, но и большинство прилегающих районов. Например, Нюнаксу и Белое озеро по замыслу разработчиков ожидает развитие. Там намечено строительство стадионов и туристических баз. А в районе Куртяева, если все пойдет по плану, должны появиться конно-спортивная база и бальнеологический санаторий. Ягринское шоссе за 20 лет расширится до четырех полос. По дорожным планам также строительство магистрали. Она соединит улицу Окружную и Юбилейную. А на острове Ягр предполагается строительство лыжного стадиона. До 1 июля 2013 года все многоквартирные дома должны быть оборудованы приборами учета. 22 апреля в Совете депутатов состоялось рабочее совещание, посвященное проблемам отношений жильцов с управляющими и ресурсоснабжающими организациями. В основу обсуждения легли вопросы разобраться, с которыми депутатов наиболее часто просят горожане. На совещание были приглашены представители Архэнергосбыта, ТГК-2, Цеха-19, всех управляющих компаний, а также собственники жилья и специалисты профильных структурных подразделений администрации Северодвинска. Среди поднятых проблем – особенности установки общедомовых приборов учета ресурсов. Зачем мы устанавливали именно эти приборы учета, если они в конце концов не дают возможности людям экономить по теплу? Первично даже в 261 восстановлении не ставилась задача экономии. Экономия должна получиться в результате учета. То есть мы учитываем тепло, которое получают люди, и только за это тепло они должны заплатить. Кроме того, в этом году удалось капитально отремонтировать ритуальный зал городского морга на улице Седова. Он был построен еще в 1971 году и ни разу не восстанавливался. Народные избранники приняли решение о выделении 5 миллионов рублей на то, чтобы провожать северодвинцев в последний путь достойно. Обновленное помещение готово было уже летом. Теперь здесь упрощен путь передвижения тела из самого морга через зал прощания в транспорт. Появилась и новая услуга – прощание с просмотром видео и фото на экране. Также в здании установили новые автоматические двери. Этим летом впервые заработала инициатива депутатов программа «Уютный двор». Воплощены в жизнь первые 25 проектов. Детские городки росли прямо на глазах. Также город сделал большой шаг вперед в ремонте внутриквартальных проездов. Приобретены две машины «Турбо-5000». Принята была и муниципальная программа дороги Северодвинска, по которой будут ремонтироваться целые улицы уже со следующего года. Летом новый асфальт появился на проспекте Труда. Работы обошлись бюджету в 11 миллионов рублей. За эти деньги провели ремонт проезжей части путепровода, участка автомобильной дороги по проспекту Труда, включая мостовое полотно, подход к путепроводу и участок автомобильной дороги до начала разделительного газона со стороны проспекта Победы. К слову, на ремонт путепровода средства удалось изыскать при оперативной корректировке бюджета за счет экономии по результатам торгов. 8 сентября в Северодвинске прошли выборы. Горожане поддержали действующего главу города Михаила Гмырина, а Совет депутатов обновился наполовину. Теперь у нас 26 членов местного парламента, 13 избраны по партийным спискам и 13 по округам. Председателем Совета депутатов вновь стал Владимир Мелехин. В течение всего года муниципалитет решал задачи по повышению заработной платы бюджетникам. По новому федеральному закону часть полномочий по дошкольному образованию перешла в область, а именно по уходу и присмотру за детьми. Из регионального бюджета будет начисляться заработная плата работников вспомогательного персонала, а высчитывать ее будут уже на местах по методике для каждого типа учреждения, представленной в федеральном законе об образовании. Плюсы какие? То, что мы будем... Все равно это увеличение денег. Средств в муниципальном бюджете на нас, на педагогов, не хватало. Там, допустим, 5% у нас забрали, но дали 10%. То есть увеличилось. Вот это вот плюс. Минус какой? То, что наши работники, ну даже бухгалтерия, им предстоит ввести несколько больше документации, чем они ведут. Также в 2013 году Советом депутатов проведен большой объем работы по приведению действующей нормативно-правовой базы устава Северодвинска в соответствии с федеральными и областными законами. Создана контрольно-счетная палата муниципального образования. Проведены депутатские слушания по ряду важных вопросов. Полномочиях муниципалитета в сфере здравоохранения, проблемах электроснабжения, пересмотру размера страховых отчислений для малых предпринимателей, выполнению требований закона о водоснабжении и водоотведении, деятельности муниципальных предприятий и многое другое. Также при непосредственном участии народных избранников решались текущие вопросы ремонта, благоустройства в округах. Работали общественные приемные. В целом, прошедший год получился насыщенным на события. А главное – на решения, направленные на развитие родного города. На этом все. Мы постарались рассказать о наиболее интересных вопросах из деятельности Совета депутатов Северодвинска. Во всех округах работают общественные приемные депутаты, куда горожане могут обратиться со своими предложениями. Узнать все о текущей работе городского совета вы можете в интернете на сайте sevgorsovet.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова